Мичмен – это система оркестрации кластеров и сервисов в облачной среде, уровня, инфраструктура как услуга. Мичмен позволяет удобно развертывать и управлять жизненным циклом распределенной системы со всеми возможными комбинациями поддерживаемых сервисов в различных версиях по запросу. Мичмен реализован в виде сервиса с системой пользователей групп. Доступ к нему возможен по REST API. В системе хранится информация о развернутых кластерах, готовые шаблоны распределенных систем и подробное описание поддерживаемых сервисов. Мичмен доступен на GitHub. На текущий момент в Мичмен поддерживаются следующие сервисы. Субэдэ по запросу Apache Ignite, Apache Cassandra, ClickHouse, CoachDB, PostgreSQL и Redis. Распределенные системы для обработки больших данных – это Apache Spark и Apache Hadoop. Системы хранения и сервисы для работы с файлами – Nextcloud и NFS-сервер. Виртуальные лаборатории – UPyTier и UPyTier Hub. Сервис для работы с логами – Elasticsearch. А также в ближайшее время будет добавлена поддержка развертывания сервиса SLARM и контейнерного оркестратора Kubernetes. Для сервисов поддерживается выбор версии и настройка некоторых параметров конфигурации. Развертываемые сервисы могут взаимодействовать между собой. Например, связка Apache Spark, Apache Hadoop и Юпитер. В качестве примера создадим Spark-кластер с сервисом Юпитер. Прежде чем создать кластер, создадим тестовый проект, в котором мы будем работать. Он будет называться «Демо». По умолчанию на кластерах этого проекта будет использоваться операционная система Ubuntu. Отправляем запрос на создание. Проект успешно создался. Далее посмотрим информацию о конфигурируемых параметрах сервиса Spark версии 2.3.0. У Spark и этой версии можно выбрать версию Hadoop, использовать Yarn или нет, задавать параметры Yarn MasterMem и WorkerMem. Переходим к созданию кластера. Имя у кластера будет Spark Demo. В сервисах выбираем сервис Юпитер с именем Юпитер Сервис и сервис Spark с именем Spark Service версии 2.3.0. И выбираем версию Hadoop 2.7. Операционная система на кластере будет Ubuntu. Число слейф-хостов равно 3 плюс 1 мастер-узел. Отправляем запрос на создание. Мичман принял этот запрос и статус кластера теперь имитед. Чтобы кластер создался, необходимо подождать некоторое время. Узнать об актуальном статусе можно при помощи запроса по ID или по имени кластера. Проверим актуальный статус кластера по его имени. Отправляем запрос. В ответ получаем структуру с описанием кластера. Его статус – Active. В созданном кластере появилась информация с урлом сервиса Юпитер и урлом сервиса Spark. Также нам доступен IP-мастер-узла. Зайдем в облако и убедимся, что кластер из 4-х виртуальных машин действительно создался. Теперь зайдем в систему Spark. Скопируем его URL и перейдем по ссылке. Здесь мы видим, что никакие приложения еще не запускались. Также показываются внутренние адреса трех рабочих узлов Spark. Наконец, скопируем URL сервиса Юпитер и перейдем по нему. Заходим в графический интерфейс Юпитера. В нем мы можем создать новый файл. Здесь выбирается или один из модулей для работы с запущенным Spark, или файл для скриптов на питоне. Это может быть простой текстовый файл, а также можно получить доступ к терминалу. Зайдем в консоль мастера узла. Мы попали в консоль. При необходимости через нее можно теперь работать с кластером. Субтитры создавал DimaTorzok